Друзья, мы скоро начинаем. А пока не забудьте подписаться и поставить колокольчик. У нас каждый день выходят новые аудиокниги и лекции наших официальных авторов на десятки интересных и полезных тем. Только авторский контент, избранная классика мудрости прошлого и современности, в исполнении лучших голосов русского интернета, а также жаркие дискуссии и самое большое сообщество развивающихся людей, теперь реальность. Присоединяйтесь, не забывайте про лайки, поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала. Все ссылки будут в описании. Всем добра, любви и мудрости. А мы начинаем. Совет Согьява Иринпочи Книга Согьява Иринпочи, тибетская книга жизни и смерти, это шедевр, духовная классика нашего времени. Этот текст должен быть у каждого серьезного практикующего. В ее второй части умирания дается одни из лучших советов, когда-либо записанных на бумаге. Я много раз перечитывал эту богатую смыслом книгу и осознал, что с точки зрения помощи другим в умирании невозможно дать более точных рекомендаций. В этом разделе собраны отрывки об общающей учении Иринпочи о том, как помочь умиранию. Самое важное в жизни – научиться искреннему и свободному от всякой боязни, общению с другими. Это особенно необходимо в отношениях с умирающими. Часто умирающий человек испытывает беспокойство и ведет себя замкнуто, ибо не уверен в том, каковы наши намерения, когда мы первый раз приходим его навестить. Поэтому не думайте, что должно произойти что-то особенное. Держите себя естественно, отбросил всякое напряжение, и просто будьте самим собой. Нередко умирающие не говорят, чего они хотят или что имеют в виду, а их близкие не знают, что сказать или сделать для них. Бывает довольно трудно догадаться, чем бы они хотели поделиться, или наоборот, скрыть от других. Иногда умирающие и сами этого не знают. Поэтому первое, что необходимо сделать, это как-нибудь просто и естественно устранить из атмосферы общения ненужное напряжение. Не пытайтесь произвести впечатление на кого-либо своими мудростью и состраданием. Будьте собой. Это и есть мудрость и сострадание. Попытайтесь представить себя, через что проходят умирающие. Когда восстанавливаются теплые доверительные отношения, атмосфера становится расслабленной. Это позволяет умирающему завести разговор о том, что его заботят на самом деле. Поддержите умирающего, мягко давая ему понять, что он может совершенно свободно выражать все свои мысли, чувства и страхи по поводу смерти и умирания. Такое беспрепятственное выражение своих эмоций, свободное от всякого страха или стеснения, является главным условием внутреннего преображения, способного подвести итог жизни и позволить этому человеку умереть спокойно. Поэтому нужно предоставить умирающему полную свободу, позволив ему или ей говорить все, что угодно. Не перебивайте, не отрицайте и не отвергайте того, что хочет сказать умирающий. Предоставьте нужное ему пространство. Умирающий находится в ситуации самой большой уязвимости в своей жизни. Он вполне может быть сбит с толку или ошеломлен. Так что будьте чуткими и открытыми. Практикуйте священное слушание и позвольте ему почувствовать ваше безусловное присутствие. От вас требуется проявить весь ваш такт и чуткость, демонстрируя теплую любовь и сострадание, позволяющие им раскрыться. Сидите рядом со своим умирающим другом или родственником, словно для вас нет ничего более важного и приятного в жизни. Во всех серьезных ситуациях жизни наиболее полезны две вещи – здравый смысл и чувство юмора. Юмор чудесным образом позволяет разрядить атмосферу, сделав ее более легкой, и помогает воспринять умирание в его истинной перспективе вселенского процесса, решая ситуацию излишней серьезности и напряженной остроты. Очень важно, чтобы ни происходило, не принимать это на свой счет. Умирающий человек может сделать вас мишенью своего гнева и упреков, когда вы меньше всего этого ожидаете. По словам Элизабет Кюблер-Росс, гнев и упреки могут разбрасываться во все стороны и порой совершенно непредсказуемо проецироваться на окружающих. Умирающий теряет все – свой дом, отношения, тело и даже ум. Такое положение дела заставит грустить, паниковать и даже злиться кого угодно. Умирающему может казаться, что никто не хочет понять его сокровенных потребностей. Поэтому научитесь видеть сквозь его вспышки эмоций изначальную доброту. Пусть эта доброта ведет вас, как говорит Джан Халифакс. Мы не помогаем умирать буддистам. Мы помогаем умирать Буддам. Не забывайте о природе Будды, присущей умирающему. Это не даст сиюминутным приступам сбить вас с толку. Порой вы можете испытывать искушение обратить умирающего в свою веру или попытаться навязать ему свои духовные убеждения. Ни в коем случае не поддавайтесь этому соблазну. Никто не хочет быть спасен чужой верой. Помните, что ваша задача состоит не в том, чтобы обратить находящегося перед вами человека в какую-либо веру, а в том, чтобы помочь ему или ей найти путь к своей собственной внутренней силе, уверенности, вере и духовности, какой бы она ни была. С другой стороны, если человек действительно расположен поговорить на духовные темы и в самом деле хочет знать ваше мнение, то не нужно отказывать ему в этом. Не ожидайте слишком многого от себя и не надейтесь, что ваша помощь совершит какое-то чудо или спасет умирающего. А люди умирают так же, как жили, оставаясь самими собой. Настоящее общение с человеком потребует от нас искреннего усилия, попытки понять его, исходя из его собственной жизни и судьбы, его характера и происхождения, из всей его личной истории, принимая ее целиком. Не расстраивайтесь, если ваша помощь покажется вам малоэффективной или умирающий никак не будет реагировать на вас. Мы не можем знать истинных посредствий нашей заботы. Умирающий человек в первую очередь должен почувствовать, что к нему проявляют безусловную любовь, свободная от всяких ожиданий. До этого не нужно обладать каким-либо особым знанием. Будьте естественны, оставайтесь самим собой, будьте настоящим другом. И человек почувствует, что вы действительно находитесь рядом и общаетесь с ним просто и на равных, как человек с человеком. Представьте, что на этой кровати находитесь вы сами, на пороге своей собственной смерти. Представьте, что вы лежите здесь, мучаясь от боли в полном одиночестве. И затем спросите себя, в чем вы больше всего нуждались бы в этой ситуации? Чего бы вам больше всего хотелось? Чего бы вы ожидали от своего друга, сидящего рядом с вами? Вы поймете, что умирающий хочет того же, чего больше всего хотите вы сами, чтобы вас по-настоящему любили и принимали. Часто больные горячо желают, чтобы к ним прикоснулись, хотят почувствовать себя людьми. Никто не хочет, чтобы его воспринимали, как мешок с болезнью. Помните о важности физического аспекта, поддерживающей обстановки. Вы можете принести огромное утешение тяжелобольному, если просто прикоснетесь к его руке и, глядя ему в глаза, нежно помассируете ее или подержите в своих руках, или просто подышите с него в одном ритме. Тело имеет свой особый язык любви. Пользуйтесь им без всяких стеснений. И вы доставите умирающему радость и утешение. Важно заверить его, что все, что он испытывает, будь то разочарование или гнев, абсолютно нормально. В процессе умирания многие подавленные чувства и эмоции выходят на поверхность. Печаль, равнодушие, вина или даже ревность к тем, у кого пока все хорошо. Позвольте этим волнам сильных чувств омывать вас. И ваша устойчивость настроит умирающего на ту же волну. Не пытайтесь выглядеть мудрецом, все время стараясь сказать что-то глубокомысленно. Вам не нужно что-либо делать или говорить, чтобы как-то улучшить ситуацию. Достаточно всецело присутствовать в ней. И если вы испытываете сильное беспокойство или страх и не знаете, что делать, просто открыто признайтесь в этом умирающему и попросите его о помощи. Такая откровенность сблизит вас и поможет достичь более свободного общения. Иногда умирающие гораздо лучше нас знают, как им можно помочь. И нам нужно уметь извлекать эту мудрость и позволять им передавать нам свое знание. Говорить правду. Когда человек умирает, следует говорить ему правду, очень спокойно и мягко проявляя должное чуткость и такт. Как правило, он и так все знает. Как говорит Елизавета Кюблер-Росс, они догадываются об этом по изменившемуся вниманию к ним, потому как изменилось отношение к ним окружающих, потому как в их присутствии понижают голос и стараются не шуметь. По заплаканным лицам родных или скорбному, лишенному улыбки, выражению лица родственника, не способного скрыть своих истинных чувств. Похоже, умирающий инстинктивно обо всем догадывается и часто рассчитывает, что мы подтвердим его догадку. Кюблер-Росс также утверждает, что у людей часто бывает внутренняя система оповещения, предупреждающая их о смерти. Человеку нужно подготовиться, со всеми попрощаться, а также уладить практические вопросы. Айин Почи говорит, «Я считаю, что процесс умирания дает нам небывалую возможность разобраться в своей жизни и примириться с ней. Поэтому если при первой же удобной возможности со всей мягкостью и тактом сказать людям о том, что они умирают, это даст им шанс подготовиться, обнаружить в самих себе источник внутренней силы и постигнуть смысл прожитой жизни. Нам кажется, что не предупреждая умирающего о его смерти, мы защищаем его. Но на самом деле, мы, скорее всего, пытаемся защитить себя. Многим людям смерть кажется почти что постыдным событием. Они видят в ней неудачу, окончательное поражение. Но точнее было бы сказать, что это время истины, время посмотреть в лицо реальности. Отрицание, связанное с созависимостью, не уважает реальность. Не нужно недооценивать способность умирающего честно смотреть на вещи. Признание реальности дает силу. Ничто не пресекает игры эго и не вышвыривает вас в реальность так быстро, как смерть. Страхи, связанные с умиранием, нахождение рядом с умирающими, почти что вынуждает вас работать с вашими собственными страхами, связанными со смертью. Если вы действительно хотите помочь тому, кто умирает, особенно с его страхом смерти, вы должны вступить в контакт со своими собственными тревогами. Знакомись с собственными страхами и развивая бесстрашие, вы естественным образом сообщаете это бесстрашие умирающему. Соги Орин Почи говорит, «Иногда мне кажется, что работа с умирающими это, возможно, самый действенный способ ускорить процесс своего развития как человеческого существа». Ваше бесстрашие заразительно. Оно может дать умирающему и другим находящимся рядом с вами людьми именно то, в чем они нуждаются, уверенность, необходимую для того, чтобы расслабиться и отпустить. Представьте тревогу и страхи, кричащие через умирающего. Страх боли, страдания, потери достоинства, зависимости, утраты смысла, расставания, неизвестности, потери контроля, забвения. Мы покидаем этот мир в одиночестве, и страх подпитывает это ощущение изоляции. Но стоит кому-нибудь составить нам компанию и поделиться своими страхами. Как мы понимаем, что страх испытывает абсолютно все, и острота сугубо личной, неразделенной муки, сходит на нет. Личные страхи становятся частью общечеловеческой реальности. И мы начинаем лучше понимать других, становимся более сострадательными и гораздо позитивнее относимся к своим собственным страхам. Мы проживаем свою жизнь с бессознательной мотивацией избегать страха. Это изначально эмоции сансары, из которой возникают все остальные эмоции. Теперь у нас наконец появилась возможность посмотреть ей прямо в лицо, подружиться с ней и трансформировать ее. Неоконченные дела Многие умирающие страдают от ощущения, что чего-то не успели. Это является одной из причин болезненности борту отпускания. Иногда это чувство возникает в средстве неулаженных практических дел, в полоте-то таких обыденных, как починка крыши. Но большинство неоконченных дел имеют эмоциональную природу. Это дисгармония отношений, в которых остались нерешенные проблемы. Обычно незавершенные дела являются результатом затрудненного общения. Когда нас обидели или душевно ранили, мы часто занимаем защитную позицию и с чувством собственной правоты слепо отказываемся понять с точки зрения другого человека. Большинство из нас предпочитает близости ощущение собственной правоты. Однако смерть призывает к близости и к рождающейся из нее истине. Мы должны стремиться к близости и честности сначала с самими собой, а затем и с другими. Это один из величайших даров смерти и жизни, проведенной в подготовке к ней. Так что попытайтесь закончить все незавершенные дела, пока у вас еще есть шанс это сделать. Это может облегчить груз, лежащий на вашей душе, и помочь вам с легкостью миновать посмертное борту. Дар надежды и прощения. Мне хотелось бы выделить два важных момента в оказании духовной помощи умирающим. Вселение надежды и получение прощения. В общении с умирающими всегда сосредотачивайтесь на том, чего им удалось достигнуть в своей жизни и что они смогли в ней совершить хорошего. Помогите им взглянуть на свою жизнь с чувством максимального удовлетворения и счастья. Делайте акцент на их достоинствах, а не на их недостатках. Перед смертью люди особо ранимы и легко попадают под влияние чувства вины, сожаления или подавленности. Позвольте им свободно выразить свои чувства, спокойно выслушивая их и принимая все, что они говорят. Но в то же самое время не забывайте при подходящей возможности напоминайте присущей им природе Будды и посоветуйте им пробовать оставаться в состоянии природы ума с помощью практики медитации. Самое главное, обязательно напомните им, что боли и страдания не составляют всей полноты их истинной природы. Постарайтесь искусно и тактично воодушевить умирающего человека и зародить в нем надежду. Тогда он сможет уйти из жизни в умиротворенном состоянии духа и не будет вспоминать о своих ошибках. Даяние в любой из множества его форм. Это одно из лучших пространств, которые можно создать до смерти. Развивайте чувство служения умирающему. Давайте ему. Помогите умирающему и его близким покориться естественному процессу перехода. Кроме того, помогите умирающему и его близким простить. Вдохновите умирающего отпустить обиды и старые оскорбления. Возможно, он сможет связаться с тем человеком, на которого обижен, или написать ему послание, помогающее простить. Прощение подразумевает отпускание. Это образ добротительной жизни и смерти. Никогда не поздно простить и получить пользу от этого вида облегчения. Строгое величие и бесповоротный характер смерти предоставляет людям возможность пересмотреть все свое поведение и стать более открытыми и готовыми к прощению, хотя раньше они не могли и помыслить об этом. Даже в самый последний момент ошибки все еще могут быть исправлены. Прощание. Мы можем помочь умирающему отпустить, если сами отпустим его. Мы можем быть рядом, проявлять глубокую заботу, глубинную любовь и делать это без привязанности. Кхенпо Цултрим Гьяцуинпоче всегда подчеркивает важность любви и без привязанности. И это чистая любовь. Беспривязанности не означает апатичного отстранения. Мы по-прежнему хотим быть рядом, и отвечать соответствующему ситуации образом, но ни за что не цепляясь. Кристина Лангакер говорит, для того, чтобы человек мог отпустить и спокойно умереть, ему нужно услышать от близких две вещи. Во-первых, близкие должны дать умирающему разрешение умереть. Во-вторых, близкие должны заверить умирающего, что когда он умрет, у них все будет хорошо. Чтобы дать близким время на принятие потери, умирающий часто продолжает держаться за жизнь, несмотря на непереносимую боль. Умирающий может чувствовать, что дар присутствия – это все, что он еще может предложить, и физическая боль может казаться вторичной по сравнению с желанием отдавать. Дайте умирающему знать, что вы цените его дар, саму его жизнь. Но пришло время отпустить эту жизнь. Попрощайтесь и поднесите ему свой последний дар любви. Это может подвести итог и помочь окончательному отпусканию. Когда я летел в самолете, чтобы в последний раз увидеть свою мать, я чувствовал, что она меня ждет. В то драгоценное выходное я сказал ей, что хотя я буду по ней скучать, я смогу справиться, а для нее настало время отпустить. Я сказал ей, что она прожила длинную и прекрасную жизнь, в которой было так много хорошего, и создала счастливую семью. Она не могла говорить, но по ее глазам я видел, что она меня слышит. Через несколько часов после моего ухода она спокойно умерла. У моего отца были особые отношения с его десятилетней внучкой Тейлором. Они были очень близки, и ей тяжело было видеть дедушку в его последние недели. Она не могла выносить того, как он страдал. За несколько недель до смерти отец не мог произнести почти ничего, кроме «Тейлор, Тейлор». Наконец, она набралась сил, чтобы навестить его. Во время этого визита казалось, будто он ни на что не реагировал. Она сказала ему, что ей тяжело видеть его таким, что она будет по нему скучать. Но у нее все будет в порядке. Мой отец слегка повернул к ней голову, и она поцеловала его в лоб. Тейлор вышла из комнаты, и через три минуты мой отец был умен. Это было тем, чего он ждал. Его любимая внучка дала разрешение, которое было ему необходимо, чтобы отпустить. Собья Ларин Поча предлагает произнести такие прекрасные слова. «Я здесь. Я с тобой. Я люблю тебя. Ты умираешь. Это совершенно естественно. Это случается с каждым. Я так хотел бы, чтобы ты оставался со мной, но я и не желаю, чтобы ты продолжал страдать». «Мы провели вместе достаточно времени, и я навсегда сохранил в своем сердце память об этом. Пожалуйста, не надо больше держаться за жизнь. Можешь расстаться со всем. Я от всего сердца разрешаю тебе умереть. Ты ни один, ни сейчас, ни в будущем. С тобой навсегда останется моя любовь». Возможно, не все члены семьи и друзья одинаково принимают смерть близкого им человека, и поэтому находятся на разных стадиях отпускания. Отпустить не значит недостаточно любить. Отпускание – это знак заелой любви, любви, ставящей потребности умирающего выше своих собственных. Если вам тяжело, обратитесь за помощью к специалистам. Работники хосписов и психологи, ориентированные на работу с людьми, пережившими отрату близких, обучены помогать членам семьи справиться с отпусканием. К спокойной смерти Хорошо, если человек умирает в привычной обстановке, где ему проще расслабиться. Уже происходит столько всего непривычного, что может помочь любое повышение уровня привычности, физической или иного рода. Но даже если человек умирает в больнице, мы можем многое сделать для создания поддерживающей обстановки. 80% американцев умирают в домах престарелых или больницах. Смерть в больнице или в другом месте вне дома это не второсортная смерть. Важно состояние ума умирающего, а не его физическое местонахождение. Когда момент смерти близок, я советую вам попросить больничный персонал не тревожить умирающего, прекратить все процедуры и не брать анализы. Пребывание в палате интенсивной терапии делает спокойное протекание смерти чрезвычайно затруднительным и практически исключает возможность духовной практики в момент смерти. Договоритесь с врачом, чтобы вам сообщили, когда уже не будет больше никакой надежды на выздоровление. Затем, если умирающий этого хочет, попросите перевести его в отдельную палату. Убедитесь, что больничный персонал уведомлен о пожеланиях умирающего и соблюдает его волю, особенно если он не хочет, чтобы его пытались реанимировать. Постарайтесь добиться того, чтобы на последней стадии процесса умирания все уколы и прочие болезненные для человека процедуры были прекращены, иначе они могут вызвать гнев, раздражение и боль. Хотя многие люди во время умирания выглядят так, словно находятся без сознания, они часто осознают происходящее. Я видел, как люди, стоящие на пороге смерти, едва заметно двигали глазами, явно в ответ на фразу, произнесенную в комнате. Хотя слух почти полностью пропадает на начальных стадиях внешнего растворения, наши мысли должны быть исполнены любви, и нам следует следить за тем, что мы говорим в присутствии умирающего, у постели умирающего. Напомните умирающему, чтобы он принял прибежище в любой духовной практике, которая ему нравится, и практикуйте вместе с ним. Атмосферу умирания до, во время и после смерти можно трансформировать через медитацию. Соги Алвин Почи подчеркивает важность сущностной практики Пховы для помощи другим. В ходе этой практики вы представляете над головой умирающего духовное существо, например, Будду. После этого вы представляете, как от этого существа исходят лучи священного света, проникающего, умирающего и очищающего его. Наконец, вы представляете, как умирающий растворяется в свете и сливается с духовным существом. А им Почи говорит, больному человеку Пхова поможет исцелиться, а умирающему будь сильным и исцелить его дух в момент смерти. И даже если человек уже умер, оно будет продолжать способствовать его очищению после смерти. Если вы не знаете, что делать и чувствуете себя неспособным помочь, то помолитесь или помедитируйте. Обратитесь к Будде или иному благородному существу в чью святую силу уверить. При встрече с человеком, испытывающим сильные страдания, я от всего сердца призываю на помощь всех Будд и просветленных существ. Полностью раскрываю свое сердце навстречу этому человеку и всем своим существом, проникаюсь состраданием к его боль. Всеми силами души я вызываю ко всем своим учителям, Буддам и просветленным существам, с которыми я чувствую особую связь. Призывая всю свою преданность и веру, я вижу их в сияющей славе над умирающим человеком, смотрящими на него взором полном любви и изливающими на него потоки света и благословений, которые очищают его прошлую карму и успокаивают боль, испытываемую им сейчас. Одновременно я продолжаю молиться, чтобы этот человек был избавлен от всех страданий в будущем, обрел душевный покой и достиг освобождения, посвящения своей смерти. Один из лучших способов устранить страдания и смерти это взглянуть на нее в перспективе. Если кто-то обращается к вам за помощью умирания, попросить его представить всех людей умирающих в этот день, напомните ему об огромных масштабах вселенной и бесконечной гре жизни и смерти. Признайте его боль и помогите обнаружить в ней смысл. Ринпоча предлагает обратиться к человеку с такими словами. Подумай также обо всех других людях, которые мучаются так же, как ты, и даже намного сильнее. Пусть сострадание к ним наполнит твое сердце. Обратись с молитвой к тому, в кого ты веришь, чтобы твои страдания помогли облегчить страдания этих людей. Снова и снова посвящай свою боль облегчению их боль. Так ты быстро откроешь в себе источник новой силы, сострадания, о котором ты ранее даже и не подозревал, и уверенность, лишенную тени сомнения, что твои страдания не только не напрасны, но обладают возвышенным смыслом. Это разновидность тонг лена. После этого мы выдыхаем всю доброту, мудрость и естественные богатства, которые есть внутри нас, и посылаем их тем, кто страдает от боли. С духовной точки зрения мир не состоит из материи, а мы не отделены от других живых существ. Мир состоит из сердца, ума, духа. Прикасаясь к глубинам своего сердца, ума, духа, мы восстанавливаем связь с матрицей реальность и можем влиять на мир. Возможно, инструмент тонгленного воображения, но это воображение наделено силой. Посвящая свои страдания и смерть, мы наполняем тяжелые муки смыслом. Согьяла импочек говорит, у нас есть благородные и вдохновляющие примеры великих практиков сострадания, которые жили и умирали, практикуя тонглен, с каждым вдохом принимая на себя страдания всех живых существ, и с каждым выдохом наполняя исцеление весь мир, делая это в течение всей своей жизни и до самого последнего вздоха. В учении говорится, что их сострадание было настолько сильным и безграничным, что в момент смерти оно сразу же приводило к их перерождению в сфере Буд. Посвящение собственной смерти способствует рождению в чистой земле, поскольку очищает наш ум от эгоцентризма, ведущего в низшие миры. Если умирающие также придерживаются воззрения о том, что смерть есть возможность для очищения кармы, и что страдание смерти есть страдание очищения, это придает мукам смерти дополнительный смысл. Подобное воззрение трансформирует наши узкие представления, часто ведущие к сложной смерти. Они помогают нам взглянуть на ситуацию с высоты птичьего полета, отпускание привязанности. Если вы и умирающие близки, вдохновите его проработать привязанности и горя заранее, до момента смерти. Ринпочи советует поплачьте вместе, расскажите друг другу о своей любви и попрощайтесь, но постарайтесь завершить все это до наступления смерти. Если этого не сделать, привязанности умирающего могут вызвать ненужные страдания и неплогоприятным образом повлиять на ум в момент смерти. Все мои учителя давали в качестве совета одно и то же наставление, ибо оно выражает самую суть того, в чем мы нуждаемся в момент смерти. Будь свободен от привязанности и неприязни. Храни свой ум в чистоте и объедини свой ум с путой. Этот совет обращен к вам и к любому другому человеку, осуществляющему уход за умирающим. Нежно перережьте нити привязанности прежде, чем придет время смерти. Благодать молитвы в момент смерти. Собрав воедино все свое существо, зародите в сердце непоколебимое желание родиться в одном из чистых миров или в мире людей, но с единственной целью защищать, заботиться и помогать другим. Умереть с такой любовью и нежным состраданием в сердце, храня их до последнего вздоха, является согласно тибетской традиции иной формой практики пхова и гарантирует вам по меньшей мере повторное обретение драгоценного человеческого тела. Очень важно создать наиболее положительный отпечаток в потоке сознания умирающего. Практика преданности один из способов порождения позитивных состояний ума во время смерти. Представляете, что вы вот-вот соедините своем с умом мудрости Будды или вашего куру. Умирая, вспоминайте лицо своего учителя. Когда сознание вновь очнется после смерти, отпечаток присутствия учителя тоже пробудется вместе с ним, и вы будете освобождены атмосферы во время умирания. В идеальном случае духовный учитель находится рядом с умирающим, однако такие случаи редки. Но не нужно думать, что ваша смерть или смерть вашего близкого человека не идеальна, если рядом нет учителя. Его может заменить духовное сообщество. Орен Поча говорит, теплая и неослабевающая любовь учителя и духовных друзей, воодушевляющая силу учения и собственной практики. Все это, сливаясь воедино, создает и поддерживает эту атмосферу вдохновения, которая в последние недели и дни жизни почти столь же драгоценно, как само дыхание. Если придет время, когда у тебя больше не будет сил активно заниматься практикой, то единственное важное в этот момент будет как можно глубже расслабиться уверенности во зрении и покоиться в природе ума. Неважно функционирует ли еще твое тело и мозг. Природа ума всегда остается с нами, подобное небу, излучающее свет и благодать, беспредельная и неизменная. Полностью довейся своей природе ума и совершенно расслабься. Нет ничего такого, что тебе еще следовало бы узнать, выучить или понять. Просто позволь тому, что тебе уже было дано ранее, расцвестив в тебе, открывая в нем все новую и новую глубину. Простота полного доверия одна из самых могучих сил в мире. Ни о чем не беспокойся. Даже если твое внимание начинает бог ждать, нет ничего такого, за что тебе нужно было бы еще держаться. Просто отпусти все и плыви в осознаваемом потоке благодати. Не отвлекайся на суетливые вопросы вроде «Это рикпа Тхармакая или это не рикпа?» Помни, твоя рикпа всегда с тобой, она всегда в природе твоего ума. Ваш ум растворится в уме мудрости, подобно воде вылитой в воду. Пусть атмосфера будет наполнена духом любви. С какими бы мыслями, с какими бы чувствами вы не умирали, эти мысли и чувства обычно возвращаются к вам, когда вы вновь просыпаетесь в порту. Заготовите для себя хороший приветственный подарок. Поприветствуйте себя на другой стороне в позитивном состоянии ума. Итак, все, что я говорил до сих пор об уходе за умирающими, можно свести к двум словам «любовь» и «сострадание». Далее Ирин Пуча указывает на важный момент. Сострадание только тогда является истинным, когда оно проявляется в действии. Существует разница между идеалистическим и реалистическим состраданием. Идеалистическое сострадание — это желание помочь всем живым существам. Это благородное устремление. Но если мы зацикливаемся на нем, оно оказывается бесполезным. Реалистическое сострадание — это помощь людям, которые есть в вашей жизни, прямо здесь, прямо сейчас. Это сострадание в действии. Спасать всех в своем воображении проще, чем на самом деле собственными руками сделать что-то, чтобы позаботиться об одном единственном человеке. Ирония в том, что мечта о спасении всех живых существ может привести к разрыву связи с живым существом, которое прямо сейчас находится рядом с вами. Писатель Джонатан Франзен говорит «Возможно, любовь ко всему человечеству — это достойная затея, но, как это не забавно, она удерживает фокус на собственном «я», на моральном и духовном благополучии этого «я». С другой стороны, чтобы любить конкретного человека и разделять его радости и беды, необходимо отказаться от части своего «я». Один из лучших способов заставить такое сострадание заработать, особенно, когда вы не знаете, что сделать для человека, страдающего отборя, это поставить себя на его место. Представьте, что бы вы испытывали, если вы страдали, оказавшись в его положении. Чего бы вы хотели от окружающих вас людей? Когда вы выходите за пределы себя и занимаете место другого человека, действие разворачивается естественным образом, поскольку вы помогаете другим так, как помогали бы себе. В этом истинный смысл сострадания, сострадать, таково обобщение наставления помощи умирающим от одного из ведущих учителей, словами которого вдохновляются миллионы людей, эзотерические практики. Настало время применить содержимое бордо-пакета, смотрите приложение 1. Положите за губу священные пирюли, а на макушку брахмарандхру, священный песок. Вы можете написать мантру важарного гуру «Ом ах ум важ ру куру падма ситхи хум», свернуть ее, изготовив амулет, и положить амулет на сердце. Сам гуру Ринпочи сказал, если после того, как вы умрете, этот амулет сожгут вместе с вашим телом, появятся радуги, а ваше сознание перенесется в миры высшего блаженства. С этим не нужно торопиться. Если умирающий почувствует, что ухаживающие за ним люди уже считают его мертвым, это может огорчить его. В отсутствие других указаний сделайте это, когда умирающий будет находиться в состоянии близком к коме или почти умрет. Те, кто осуществляет уход за умирающим, а также его близкие люди, должны находиться у верхней части тела умирающего, а не у его ног. Это связано с тем, что внимание умирающего естественным образом сосредотачивается там, где происходит какая-то активность. В соответствии с законами Пхова, мы не хотим, чтобы сознание умирающего направилось к нежним выходам и в конце концов покинуло тело через них, отправившись в унившие миры. Когда смерть неминуема, избегайте прикосновений к нижним частям тела. Нежно поглаживайте макушку головы. Можете даже потянуть волосы вместе брахмарандхры или слегка постучать там пальцами. Это направит ум вверх и привлечет сознание к соответствующему выходу. Смысл в том, чтобы заблокировать все возможные выходы внешней миры и направлять сознание на путь, ведущий к высоким рождениям. Заключительное сущностное наставление о том, как помочь другим во время умирания. Создайте обстановку спокойствия. Что бы ни происходило, принимайте это с любовью. Дайте умирающему повод для надежды. Отпустите его. Чем помочь себе после того, как вы умерли? Возможно, вас удивит то, что я сейчас скажу. Смерть может быть источником глубокого вдохновения. Порой замечаю, что умирающий человек тоже ощущает эту атмосферу глубокого вдохновения и испытывает благодарность за то, что с его помощью мы оба получили возможность пережить момент подлинной, преображающей благодать. Сугил Айинпочи. Воззрение. Если вы хорошо подготовлены, вашим первым переживанием после смерти станет сияющий бордо Дхарматы. Если вам незнакомы тонкие состояния ума, раскрывающиеся в этом бордо, оно пронесется перед вами в мгновение ока, оставшись совершенно незамеченным. Те же, кто практиковал медитации, способствующие распознанию этого бордо, будут вознаграждены за свой труд и достигнут освобождения на уровне Дхармакайи или Самхагакайи. В случае отсутствия подготовки, большинство из нас очнется в кармическом бордо становлении. Первым переживанием, которое испытает большинство людей после того, как возвращается в сознание, является ощущение нахождения в своем теле. Хотя в этот момент ум еще не взавелся телом, привычка карма к воплощенности в теле сохраняется из-за своей огромной силы. Вы ощущаете себя так же, как ощущали прежде, но не знаете, что умерли. Поскольку в бордо властвуют ветры кармы, переживания там крайне переменчивы. Разумеется, эти ветры не являются ветрами в буквальном смысле. Это метафора того, как нас носит ветер кармы. Поскольку в этом бордо у нас есть ментальное тело, нас носит из стороны в сторону, подобно осенним листьям. В предшествующих бордо был, по крайней мере, теоретический порядок. В бордо умирания выделяется восемь стадий внешнего и внутреннего растворения. В бордо дхарматы есть две фазы, а также марш стомирных и гневных божеств, продолжающиеся в течение 12 медитационных дней. В бордо становления такой порядок отсутствует. В различных текстах о бордо описан примерно один и тот же стандартный набор переживаний, нахождение рядом с людьми и в местах, с которыми вы были связаны в предыдущей жизни, осознание того шокирующего факта, что вы умерли, три пропасти, встреча с владыкой смерти ямой, видение огней миров сансары, видение ваших новых родителей в союзе и так далее. Однако нельзя сказать с уверенностью, когда это все произойдет. В любой момент может случиться все, что угодно. Единственный элемент структуры это краткое повторение процесса умирания, происходящее раз в семь дней. Об этом пойдет речь ниже. В среднем мы проводим в бордо 49 дней, однако это время не является жестко фиксированным. Из-за ветров в бордо ничто не может быть фиксированным. Бордо может промелькнуть перед нами за мгновение, или же мы можем застрять в нем на годы. Однако чаще всего первая половина 49 дней связана с только что завершившейся жизнью, а вторая половина со следующей жизнью. Примерно на полпути сквозь бордо переживания заметно меняются, нарастает отвращение к старому телу и желание избавиться от него. И еще больше сложностей возникает от того, что мир этого посмертного бордо иногда пересекается с нашим миром. Существа бордо особенно часто возвращаются к своим физическим телам и навещают родственников и друзей во время первой половины бордо. Чаще всего они приходят, когда наступает время приема пищи, спутывают наши дела и даже не подозревают, что умерли. Как мы увидим, они также наделены ясновидением. Благодаря этому мы можем призвать их в пространство своего ума и помочь им. Одной из характерных особенностей переживаний в этом бордо является то, что по мере продвижения через бордо ситуации становятся все более хаотическими. Чем дальше мы заходим, тем сильнее ветры кармы. Распознавание постепенно усложняется в силу нарастающей паники. Если вы не знаете, что происходит и как направить эти ветры к благим сферам существования, то будете выброшены в следующую жизнь и не сможете ничего с этим поделать. Калорин Почи пишет. Это полностью слепой и автоматический результат наших предыдущих действий или кармы. И ничего из происходящего здесь не является сознательным решением со стороны умершего существа. нас просто швыряет туда-сюда сила кармы. Как только мы покидаем бордот харматы, проявление мудрости завершается и заблуждение возвращается, чтобы отомстить. В сияющем бордот харматы на нас обрушиваются небеса. Нас ошеломляет мудрость невероятных масштабов. В кармическом бордос становлении мы проваливаем силу ад. Нас ошеломляет заблуждение невероятных масштабов. В бордон освобождается термоядерная энергия ума, ума мудрости и ума заблуждения. Именно поэтому в наших интересах познакомиться со своими мудростью и заблуждением сейчас, пока они еще ограничены и сдерживаются грубым физическим телом. Именно для этого и предназначен путь. Грубо говоря, первая половина духовного пути подразумевает знакомство с собственным заблуждением, с тем, кем мы не являемся. Мы постепенно разодождествляемся с тем, чем, как нам казалось, мы являемся, начиная от грубой формы своего тела и продвигаясь к более тонким формам ума. Путь показывает, что я это не мое тело и не мои мысли и эмоции. Если нечто мое, оно не может быть мной. Мое тело, мои мысли и мои эмоции это то, чем я обладаю. Я это что-то более тонкое, чем даже самые тонкие формы. В каком-то смысле мы проходим путь к просветлению задом наперед. Мы обнаруживаем, кто мы есть на самом деле через процесс постепенного разодождествления. Сначала мы отождествляем себя сложным ощущением собственного я, мира, а затем умираем для него. Именно это называется в индуизме найти нэти, не то, не то, виа негатива. Вторая половина пути подразумевает ознакомление с нашей мудростью, с тем, кем мы являемся на самом деле. С достижением того, что называется путем видения, мы наконец видим, кто мы есть на самом деле. это ключевой момент, важнейшее переживание, которое делит путь на до и после. На первой половине пути облака мрачений рассеиваются настолько, что через них наконец пробивается солнце. Солнце это бесформенное осознавание, ваша истинная природа. Это солнце никогда не заходит. Это нерушимое тончайшее тело, которое не умирает, сияющие пустотность тхармакая, вашего сущностного бытия. В отличие от смертных форм, которые постепенно отбрасываются на первой части пути или быстро отбрасываются во время бордаумирания, это бесформенное осознавание именно в силу своей бесформенности бессмертно. Вторая половина пути, которая называется путем медитации или путем привыкания, связана с привыканием к своей истинной природе. Это то, что в Чахандоге упанишаде называется таттва маси, ты и сто, я позитива. Определив себя через утверждение, вы начинаете работу над стабилизацией своей новой идентичности и все больше свыкаетесь с ней. Позволяю вам увидеть то, чем вы не являетесь, а затем указывая, кто на самом деле, медитация готовит вас ко всем этапам смерти. Эти учения наполняют новым смыслом древнегреческий афоризм «Познай себя». Согеларин Почи говорит «Почему мы живем в таком ужасе перед смертью? Возможно, главная причина нашего страха смерти в том, что мы не знаем, кто мы такие. Мы привыкли думать, что представляем собой некую индивидуальную, неповторимую и независимую личность. Но стоит лишь разобраться в этом вопросе повнимательнее, как оказывается, что наша личность состоит из бесконечного набора вещей, гарантирующих ее существования. Наше имя, наша биография, наши родители, партнеры, семья, дом, работа, друзья, кредитные карточки. Именно на этих хрупких и неустойчивых подпорках и держится наше чувство безопасности. Но если нас вдруг лишить всего этого, будем ли мы по-прежнему знать, кто мы такие на самом деле? Мы живем под маской какой-то вымышленной личности в невротическом сказочном мире, где обладаем не большей реальностью, чем черепаха квази из Алисы в Стране Чудес. Загипнотизированные волнующим процессом строительства мы возводим здание своей жизни на песке. Существующий мир кажется нам невероятно убедительным до тех пор, пока смерть не разрушит нашу иллюзию и не выгонит нас из нашего укромного уголка. И что же может ждать нас тогда, если мы не будем иметь никакого понятия о более обширной реальности? Главная особенность Бордо становления в том, что лучезарность искажается, становясь проекцией. Иными словами, сияющий блеск пробужденного ума, излучающийся в Бордо Дхарматы, теперь пропускается через фильтры, окрашивается и переворачивается с ног на голову линзой трех ядов. Как показано на диаграмме «Песочные часы», это происходит стремительно на первых трех этапах Бордо становления. Это зеркальное отражение или перевернутое изображение того, что происходило на последних трех стадиях Бордо умирания. Черное достижение неведения, красное расширение страсть и белое видение агрессия выступает в роли трехцветной линзы, преобразующей сияние ума в проекцию. Вместо того, чтобы сиять с недвойственной ясностью, мудрость искажается до двойственного заблуждения. Способность заблуждающегося ума создавать проекции является центральной темой этого Бордо. Сила мысли и привычка становятся в этом Бордо самой насущной проблемой. Мысли становятся реальностью, как во сне. Но мы не можем проснуться и найти прибежище в своем материальном теле, как в случае обычных сновидений. Мы застряли и вынуждены иметь дело с собственным завлуждающимся умом. Именно поэтому Бордо становление так жутко. В каком-то смысле у Бордо вы не можете отвлечься. Отвлечение подразумевает, что вы отвлекаетесь от чего-то, от какой-то прочной точки отсчета, от тела. В Бордо подобные точки отсчета отсутствуют. Там нет точек привязки. Отвлечение само становится вашей реальностью. Так что, если вы не научились контролировать свои отвлекающие мысли и эмоции, пока не еще заключены в теле и поэтому сдерживаются им. Когда тело будет отброшено и мысли вырваться на волю, выйдет из-под контроля. Нетренированный ум станет совершенно неуправляемым. Тангу Янпочи говорит, в Бордо становление ум-существа успокаивается с огромным трудом, поэтому галлюцинации крайне интенсивны и многочисленны. Ум совершенно сбитый с толку и не способен управлять своими хорошими и плохими мыслями. Поэтому самой важной подготовкой к этому состоянию является развитие стабильности ума посредством практики Шамадхи. Вы сможете контролировать своему Бордо в той мире, в которой способны контролировать его сейчас, и в этой же степени вы сможете противостоять натиску собственных мыслей. Бордо становления это космический ящик Пандоры. Непреодолимое желание вырваться из этого ящика из самого Бордо есть ничто иное, как желание убежать от содержимого своего собственного ума или карма. Именно это заставляет нас искать убежище в новом плотном теле. Мы хотим убежать от самих себя. Этим оно похоже на сон. В конце концов мы находим убежище в новой форме и просыпаемся для следующей жизни. Наконец в отсутствие якоря, которым служит тело. Все происходит так быстро и с такой интенсивностью, что мы начинаем цепляться за жизнь. В данном случае это выражение стоит понимать буквально. Именно поэтому желательно окончательно выбраться из бордо когда вы бордо тхарматы или в самом начале бордо становления. В противном случае бордо по своей природе напоминающий сон превращается в ночной кошмар. Первый шаг. Первое и самое важное что можно сделать после смерти это осознать что вы умерли. Однако это непросто и многие умершие этого не осознают. В отсутствие подготовки большинство из нас впадает в забытье с окончания внутреннего растворения. Когда мы приходим в себя мы уже родились вновь. Мы обычно не знаем своих прошлых жизней того как закончилась предыдущая жизнь и как мы получили это. Таким образом путешествие к нашему следующему воплощению происходит безосознанность. Чтобы почувствовать о чем идет речь обратите внимание на то что вы способны распознать ночью. Большинство из нас не распознает последняя стадия засыпания соответствующих переживаний умирания или глубокого сна без сновидений. Осознанный сон соответствует переживанию бордот хромат большинство из нас не просыпается внутри сна осознанное сновидение соответствующее бордо становление мы просто отключаемся частично запоминаем некоторые сны и просыпаемся на утро не осознавая что происходило в последние восемь часов мы умираем для сегодняшнего дня и рождаемся на завтра не ведая что происходило между этими моментами тибетская поговорка гласит глядя на опыт прошлой ночи я могу сделать вывод что завтра в бордо мне придется не сладко калорин почек говорит после смерти в период называемой бордо становления возникает многообразные явления которые будучи лишь порождениями ума не распознаются как таковые умершему человеку доподлинно неизвестно что он находится в бордо так что он испытывает всевозможные приятные и неприятные переживания даже если человек понимает что умер это открытие вызывает такие мучения и такой страх что он вновь проваливается в бессознательное состояние тот кто практиковал согласно наставлениям дхармы бордо мгновенно распознает что находится в бордо и с этого момента начнет применять методы которые позволят ему полностью освободиться даже если человек не может применить этих методов он наделен способностью свободно перемещаться в бордо и может отправиться в землю блаженства или другую чистую землю наставление бордо открывает множество возможностей и так прежде чем применить в бордо какое-либо средство мы должны распознать что там находимся в противном случае мы будем беспомощно окружить в сансаре переходя из одной жизни в другую практика способствующая такому распознаванию была описана выше другие люди также способны помочь нам распознать что умерли и напомнить что делать в этом состоит задача таких путеводителей как тибетская книга мертвых если мы сможем осознать тот факт что находимся в бордо такое распознавание создаст точку привязки само осознавание представляет новую бесформенную точку отсчета оно позволяет нам наблюдать за икрой ума не унося вслед за ним теперь мы можем беспристрастно свидетельствовать ум словно смотрим фильм и не взять управление в свои руки ему желанию успокаивать свой ум и способности делать внимательный выбор в этом состоянии умиротворенного ума эти способности необходимо развивать при жизни если они будут развиты то принесут огромную пользу у борта становления когда достигнут определенный уровень стабильности мы можем применить свои медитации и достичь освобождения именно поэтому шамадха является такой мощной подготовкой к смерти нахождение в ментальном теле имеет как преимущества так и недостатки поскольку это тело ума его легко направить куда угодно с другой стороны оно легко отвлекается и легко забывает из-за его легкости оно весит столько же сколько весит мысль кармические ветры запросто швыряют это тело из стороны в сторону это означает что сложно не только осознать что вы мертвой но и не забыть удержать это осознание здесь также можно провести параллель со сновидениями насколько стабилен ваш ум в осени даже если вы распознаете что спите как долго вы помните что должны поддерживать осознанность это одна из причин по которым тибетскую книгу мертвых необходимо непрерывно читать умершему в течение 49 дней мы не знаем на каком этапе своего путешествия находится человек даже если он слышит читаемый текст вместо самого человека существует знаки указывающие на то что вы мертвой вы не отбрасываете тени глядя в зеркало или в другую отражающую поверхность вы не видите своего отражения пройдя по песку или снегу вы не оставляете следов ваше тело не издает звуков когда вы обращаетесь к людям они не отвечают вы можете беспрепятственно проходить сквозь материальные объекты у вас появляются чудесные силы такие как способность летать читать мысли и очень быстро перемещаться вы не видите ни солнца ни луны эти же признаки помогут вам распознать что вы находитесь в сновидении так что для тренировки в распознавании смерти и сновидений следите за появлением этих знаков уже сейчас пусть поиск этих знаков войдет в привычку и эта привычка распространится на сны и смерть напоминайте себе искать свою тень или проверять свое отражение эта привычка также поможет вам выявить непостоянство умер ли я вижу ли я сон или же я жив и бодрствую откуда мне знать это наверняка осознание того что умер твы может иметь поразительный эффект в тибетской книге мертвых сказано ты увидишь свой дом и свою семью словно при встрече во сне но даже если ты заговоришь с ними ты не получишь ответа ты также увидишь как рыдают твои родственники и друзья подумаешь я мертв что мне теперь делать и почувствуешь острую боль подобную боли рыбы бьющиеся на горячем песке где горком троллинпочек говорит существа они проверяют это бросаясь в огонь чтобы выяснить обожжет ли он их или прыгая со скалы чтобы увидеть разобьется ли если у них нет ни ожогов ни травм они внезапно осознают что мертвой и это сильно шокирует их несмотря на то что переживания бордо продиктованы проекциями вашего собственного ума вы можете встретить существа бордо проходящих через такие же переживания вы все пожинаете плоды одинаковой кармы в тибетской книге мертвых сказано те кто родится с одинаковой природой увидят друг друга в состоянии бордо так что те кто родится богами видят друг друга подобным образом существа с одинаковой природой будут видеть друг друга в каком бы шести миров они не родились ваши переживания при жизни также продиктованы проекциями вашего ума и все же вы разделяете многие из этих переживаний с другими существа осознав что вы умерли примените наставления которые получили при жизни осознайте что все возникающее является проекцией вашего собственного ума совсем как во сне если вы выполняли практику стадии порождения и имеете большой опыт в юге сновидений трансформируйте свое тело бордо в тело избранного божества для практикующих ваджраяну практика стадии порождения является основным методом трансформации бордо становления это связано с тем что медитация стадии порождения предназначена для обретения чистого рождения будь то рождение мысли или рождение целой жизни на этом этапе бордо становления или порождения вы вот-вот породите целую жизнь практика стадии порождения учит вас порождать лучшую из возможных жизней если вы не практикуете ваджраяну или не способны выполнить свою практику стадии порождения направьте своем в чистую землю подробности ниже для большинства из нас это лучшее что можно сделать бордо толку от хонду принпоча дает следующие советы осознайте что вы переживаете важнейший переломный момент в своей жизни во имя своего будущего не теряйте ни мгновения это величайшая возможность для вашего развития с удовольствием вспоминаете о том духовном пути по которому вы шли при жизни такое воспоминание станет для вас замечательным источником спокойствия радости и силы вспомните одно из следующих трех практик соответствующую вашим способностям и опыту затем попытайтесь поддерживать эту практику без отвлечений ниже приводится краткое описание упомянутых трех практик во-первых воспринимайте все что есть бордо как нечто священное и осознавайте что все это лишь игра вашего ума развивайте преданность ботам вашему гуру и вашей медитации ни за что не цепляйтесь и ничему не сопротивляетесь откройтесь всему что возникает и следить с этим расслабьтесь в неотъемлемо присуще всему что увидите чистоте и добродетели во вторых успокойте и стабилизируйте свой ум вспомните любую форму духовной опоры будь то учитель божественное присутствие или позитивное переживание без отвлечений удерживайте свой ум на этой опоре положитесь на уверенность в своей медитации которые вы развели сакинками по марин почек говорит что у бордо уверенность на самом деле становится вашим телом телом которые вы сделали сильно благодаря упражнению медитации помните что у бордо все принимает преувеличенный масштаб это значит что колебания противоположность уверенности может заставить вас колыхаться словно флаг на ветру почувствуйте сострадание к другим существам которые могут вам встретиться и повторяйте молитву или мантры которые помните помогите другим существам по встречавшимися вам в порту задействуйте силу вашей благой кармы и поддерживайте позитивное состояние ума единственный благой творческой мысли такой как мысль обуди ами табхи и суховать достаточно чтобы мы отправились в чистую землю в третьих не зритесь и не бойтесь воспринимайте все как иллюзию подобную сну избегайте негативных состояние сознания поскольку даже единственная негативная мысль способна перенести вас в низшие миры молитесь любому божественному существу с которым у вас есть связь и просить его благословить и направлять вас поддерживайте своем состоянии открытости позитивности устойчивости и спокойствия не позволяйте ничему вас поколебать поддерживайте равностные отношения ко всему теперь мы видим почему так важны подготовительные практики такие как практики описанные в клаве 1 импульс созданный этими практиками автоматически возобновиться в борту и позаботиться о нас практику и сейчас мы используем силу кармы или привычки конструктивным образом мы прилагаем так много усилий делаю вклад в свое будущее мы кладем деньги на пенсионные счета покупаем страховые пакеты пенсионные планы и пенсионные портфели духовные советники побуждают нас сделать вклад в гораздо более важный пенсионный план борту это наше реальное будущее не нужно слишком беспокоиться о социальном обеспечении профинансируйте свое кармическое обеспечение инвестируйте в свои будущие жизни уже сейчас если вы слишком много вкладываете в эту жизнь вы словно на несколько дней уезжаете в отель и затеваете косметический ремонт в номере какой в этом смысл аналис говорит в свете смерти наши обыденное желание предстает тем чем они являются на самом деле если мы желаем богатства роскоши хорошие ты похвалы репутации любви и уважения других людей и тому подобное грош нам цена перед лицом смерти тот самый крош который стоит все эти вещи собираем почи добавляют если мы такие прагматики какими себя считаем почему бы нам всерьез не спросить себя каково наше реальное будущее в конце концов лишь немногие из нас проживут дольше 100 лет за этими годами простирается целая вечность которую мы не принимаем в расчет поскольку он больше не ограничен телом он становится острее и сильнее это означает что усиливаются как позитивные так и негативные переживания однако в отсутствие тела он переменчив и капризен в связи с этим становится сложно порождать новое состояние ума и создавать новые привычки мы должны опираться на хорошие привычки которые принесли с собой толку тхунду прин почи обобщает сказано в этой жизни наш ум относительно устойчив поскольку укоренен в этой грубой и земной физической структуре это облегчает обретение духовных воззрений и привычек через медитацию с другой стороны это делает серьезные изменения или улучшения более сложными как раз потому что он пойман в ловушку и запрограммирован в системе нашего неподатливого земного тела однако в путешествие перехода через бордо он стремительно меняется без каких бы то ни было структурных ограничений поэтому там проще изменить или улучшить наши будущие путешествия но гораздо сложнее найти путь и сосредоточиться на нем из-за отсутствия заземляющего качества грубого физического тела наш бестересный ум продолжает жить привычками прошлого и стремительно и неудержимо несется к своей грядущей судьбе другие практики многие мастера утверждают что лучшая практика для бордо становления и подготовки к нему это повторение мандры он манья падме хум закрывающий дверь всем миров сансары другая мантра которую полезно повторять это мантра амитабхи о маме дэвах и она открывает двери рождению суховать в этом бордо направляйте свой взгляд вверх это создает склонность к рождению высших мирах как вы помните направлению взгляда вверх в буквальном смысле помогает выполнять пхов и наоборот старайтесь не смотреть вниз это приближает вас к низшим миром большинство животных всегда смотрит вниз взгляд прямо перед собой направит вас мир людей размышляйте над тем что происходит не совершайте поспешных движений которые могут привести вас кармически неблагоприятным ситуациям поскольку вы все отчаяние ищите прибежище тело с которым вы могли бы отождествиться чем больше вы углубляетесь в это бордо тем сложнее вам становится себя контролировать паника заставляет вас делать неправильный выбор общая рекомендация замедлитесь не позволяйте ветрам швырять его со стороны в сторону через контроль над собственным умом обретите контроль над происходящим в бордо становления мы подобно расплавленному железу при условии грамотного руководства мы можем вылить свое бесформенное осознавание любую форму и стать всем чем захотим но как только мы решаем принять форму или этот выбор делается нас наша карма расплавленное железо охлаждается и затвердевает становясь нашей новой жизни если это произошло мы застряли мы снова оказываемся в кармических тисках теперь нам придется ждать пока эта форма не растает во время нашей следующей смерти прежде чем мы сможем стать чем-то другим если нам не удается предпринять ничего другого чоки не марин поча советую с чувством призвать своего учителя что является вполне естественным поедением у меня нет сил выбирать ты благослови же меня на рождение в ситуации в которой я смогу восстановить связь с учениями получить устное наставление и быстро продвинуться вперед через пути и стадии ведущие к просветлению пожалуйста позаботься о том чтобы я не родился обычным человеком не имеющим доступа к учению пусть обрету я драгоценное человеческое тело советы тибетской книги мертвых половина тибетской книги мертвых посвящена указанием по прохождению бордо становления поскольку в других книгах зачастую представлены советы заимствованы из этого основного источника здесь приведены содержащиеся в нем ключевые наставления о том что следует делать и чего делать не следует наставление обобщаются в основном стихи до этого бордо теперь когда мне грозит бордо становления и однонаправленно сосредоточу свою и приложу все силы дабы продлить действие плодов благой кармы закрыть чрево вход и размышлять о сопротивлении настало время когда так нужны настойчивость и чистота мысли отбросив ревность медитируй на гуру в союзе с супругой краткое обобщение наставление тибетской книги мертвых визуализируйте и и дома или гуру над своей головой и обращайтесь к нему с мольбами исполненными сильнейшей преданности отсеките тоску по телу и без отвлечений покойтесь в недеянии обращайтесь с молитвами в трем драгоценностям не пытайтесь обмануть яму не бойтесь выполняйте медитацию маха мудрый если вы не можете этого сделать внимательно вглядитесь в природу того что вас пугает вспомните свое тайное имя если она у вас есть не порождайте страстных и агрессивных чувств отбросьте привязанности и тоску по своему имуществу поднесите их трем драгоценностям смотрите на все с чистыми мыслями иначе говоря не позволяйте возникать грешем противоречивым эмоциям все на чем вы концентрируетесь в конце концов происходит поэтому не помышляйте о дурных делах вспоминайте тхарму учения и передачи парадно направлено без отвлечений сосредоточить свою она направленное сосредоточение это самое главное стремитесь продлить действие плодов благой кармы это очень важно не забывайте не отвлекайтесь наступивший момент это та черта за которой последует либо взлет либо падение если у вас нет другой практике порождайте чувство преданности и чистой мысли если возникает сияющий свет медитируйте на нем как на владыке великого сострадания это наиболее глубинный сущностный пункт крайне важный и предотвращающий рождение не отвлекайтесь если сейчас в это время вы подадитесь и не даже на мгновение вы будете страдать вечно если сейчас в это время вы будете однонаправленно сосредотачиваться вы вечно будете счастливы не встревайте между парами занимающимися любовью медитируйте на них как на гуру в союзе с супругой мысленно простирайтесь перед ними совершайте подношение и просите даровать учения пусть в вашем восприятии все предстает нереальным и иллюзорным я верил что несуществующие существует что ложная истина что иллюзия реально и поэтому так долго скитался в сансай если я не осознаю что это иллюзия я буду скитаться в санса не очень долго и несомненно провалюсь у грязных болотострадания сейчас все они подобны с нам иллюзиям эхо городам гандхаров божественных музыкантов миражам отражением оптическим иллюзиям отражению луны и воде они не становятся реальными даже на миг посредством однонаправленного сосредоточения на этом убеждении уничтожается вера в их реальность и когда кто-то обретает такую внутреннюю уверенность она нейтрализует веру я если вы таким образом всем сердцем прочувствуете нереальность чрево вход непременно будет закрыт опять же не нужно думать что вы должны сделать все что перечислено в этом списке это варианты которые мы можем обратиться в борту все они обладают силой освободить нас блокирование последние два наставления для этого бордо последнего приближища перед принятием нового рождения касается блокирование входа в неблагоприятное рождение и выбора благоприятного рождения это наставление по сознательному рождению следовать им непросто поскольку ветры набирают силу трангурин почек говорит в этот момент сила очень мощной кармы толкает и ввергает вас состоянии такого смятения что возможность принять рождение в первом попавшемся месте которые вы увидите начнет казаться крайне соблазнительной если вы просто последуете за потоком или импульсом своей кармы вполне вероятно что вы по ошибке примите рождение в крайне неблагоприятных условиях однако если вы сможете удержаться от этого с внимательностью и бдительностью и будете очень осторожны вы сможете выбрать благоприятное рождение на этом этапе вы приходите в крайнее смятение если вы поддадитесь этому смятению и паники то никак не сможете повлиять на свое следующее рождение поэтому сейчас вы должны быть очень осторожны в тибетской книге мертвых предложены пять способов блокирования входа в очи его эти наставления пятью различными способами сообщают одно и то же послание не поддавайтесь влиянию страсти и агрессии и не принимайте плохих решений франческо фримантов пишет закрытие двери в очлево на самом деле означает отсечение ментальных условий необходимых для входа в очи его посредством трансформации его восприятия и отношения к нему заблокировав входы в сансару мы можем оказаться в нирване основное наставление по закрытию чьего входа в сансару принимать все возникающие с равностностью это открывает двери у нирвана это и есть нирвана 5 наставлений таковы во первых увидев сексуальный союз своих будущих родителей не встревайте между ними медитируйте на них как на своем духовном учителя в союзе с ее и его духовным супругом или супругой смотрите на них с преданностью и просите о передаче учений во вторых если это не сработало и вы обнаруживаете что вас по-прежнему увлечет к ним медитируйте на своих будущих родителях как на медитационном божестве если у вас нет такого божества воспринимайте их как чин резинга в союзе с пробкой для этого полезно заранее провести работу с энергией страсти это позволит нам восстановить отношения со страстью а не действовать исходя из нее в третьих если это не сработало и вас все еще увлечет к совокупляющейся паре пришло время отвернуться от страсти и агрессии в тибетской книге мертвых сказано что именно в этот момент если вы должны родиться мужчиной вы испытаете влечение к своей матери и отвращение к отцу и наоборот если вы должны родиться женщиной вы почувствуете страсть к отцу и агрессию по отношению к матери не совершайте действий исходя из влечения и отвращения в четвертых если вы обнаружите что вас все еще тянет к ним воспринимайте своих родителей как иллюзорные формы которыми они на самом деле являются это не позволит вам оказаться между ними как можно поддерживать страсть или агрессию по отношению к иллюзии благодаря проникающему в самое сердце знанию о том что все эти феномены нереальны вход в очи его непременно будет заблокирован судил им почек говорит в конечном счете наше влечение к перерождению средствия горячего стремления нашего ума к существованию в определенном мире а его тенденция к цеплянию и фиксации находит свое конечное выражение рождения нового физического тела в пятых если это не сработало и вас все еще засасывает в этот сексуальный союз последнее наставление которое может помочь покойтесь в природе ума он лопин почек говорит в сущности вход в очередное сенсорическое рождение закрывается если мы способны установить связь с истинной природой ума и пустотные сияющие природой видений мы также можем использовать эти наставления о предотвращении перерождение негативных эмоциональных состояниях данная практика готовит нас к этой стадии бордо например если оказавшись в определенной ситуации вы ощущаете как нарастает гнев не поддавайтесь побуждением принять рождение в этом адском а состоянии ума практикуйте равностность замедлитесь понаблюдайте за тем что происходит и скажите себе я не хочу туда мне не нужно рождаться в состоянии гнева именно об этом в тибетской книге мертвых говорится закрыть чрево вход и размышлять о сопротивлении настало время когда так нужны настойчивость и чистота мысли контролируйте свой ум уже сейчас и заблокируйте чрево вход ведущий к гневу сохраняя невозмутимость в этом можно тренироваться во время сидячей медитации когда мы сидим и отмечаем свои мысли как мысли мы говорим я не хочу туда мы блокируем чрево вход ведущих привычным тенденциям дискурсивному мышлению и фантазиям и предпочитаем оставаться в настоящем моменте мы останавливаем поток своего ума и на глубинном уровне отсекаем привычные движения непреодолимое желание действовать исходя из похоти или гнева это то самое желание которое в конце концов заманивает нас в ловушку на целую жизнь тенгаин почек говорит бодхисаттвы контролирует свои мысли и поэтому контролирует свое рождение есть две основные блокирующие мантры 6 слуговые мантры закрывающие врата в шесть миров ума не подмехом о которой мы уже говорили и а ахаша сама вторая мантра происходит и стандарт запчен и связана с тибетской книгой мертвых каждый слуг первые мантры связан с очищением одной из шести основных негативных эмоций страсти агрессии неведения зависти гордыни и жадности это мантра равносности очищаясь от этих шести состояния ума мы блокируем рождение в соответствующих им шести состояниях сансовического существования как сказано в тибетской книге мертвых когда звуки тахарматы ревут подобно тысячи граммов они могут стать звуками шести слогов ума не подмехом до раздастся рев грома равносности на одном из этапов порта становления мы оказываемся перед тремя глубокими расщелинами если мы не практикуем равносность мы провалимся у них в тибетской книге мертвых сказано ты окажешься между тремя пропастями белые красные черные глубокими и ужасающими которые предстанут перед тобой и будешь близок к тому чтобы рухнуть вниз он детям благородной семьи на самом деле это не пропасти агрессия страсть и неведение мы видим три самые глубокие колеи которые проложили при жизни нами владеет тенденция вновь и вновь проваливаться в них а значит обратно в сансару привычки прокладывает колеи на земле наших жизней а затем заставляет нас впадать в повторяющиеся паттерны поведения бар дома пожинаем плоды этой работы каждый раз когда мы реагируем проявляя страсть агрессии или неведения мы накатываем все более и более глубокие борозды неудивительно что выбраться из сансары так сложно страсть возникает если вы хотите чтобы что-то продолжалось отвращение если вы хотите чтобы что-то прекратилось а не видение если вы оторваны от происходящего это не святая троица описывает наше отношение практически каждому мгновению а значит это как мы создаем практически все свои жизни яркие тусклые огни по мере нашего продвижения в бордо становления пропасти сменяются огнями оба эти образа символизирует силу соблазна привычки и кармы примерно в середине пути через бордо становления возникает 6 слабых и тусклых огней это тусклые огни сансары говорящие приближение нашего рождения в одном из шести миров они соблазнительные ярких огней нирваны с которыми мы сталкиваемся в бордо тхарматы чем тусклее огонь и тем сильнее искушение чем тусклее свет тем меньше область озаяема этим светом иными словами дымный огонь ада тусклее и соблазнительнее белого огня мира боков огонь мира в котором вы родитесь будет сиять для вас сильнее других и вас будет тянуть к нему с точки зрения буддизма шамбалы яркие огни это лучи солнца великого востока а тусклые огни это блеклые лучи заходящего солнца людей больше соблазняет зрелище неяркого заката чем ослепительного восхода доказательство того что тусклые огни притягивает нас в жизни яркие огни символизирует истинной реальности который иногда бывает суровой нам часто бывает трудно принять реальность она слишком ярко вместо того чтобы прямо посмотреть на ситуацию мы склонны отводить взгляд на более тусклые лучи привычных паттернов комфорта и обмана наше предпочтение комфорта истине соблазняет нас на то чтобы реагировать определенным образом зачастую связано с одним из нижних миров это подталкивает нас к рождению низших состояниях сознания каждый раз когда мы лжем в облака мы поддаемся искушению тусклых огней оставаясь на какие ситуации или эмоции то есть не действуя исходя из нее и не подавляя и мы учимся быть с яркими огнями если мы теряем контроль над эмоциями мы сбиваемся с пути и следуем за тусклыми огнями принимая рождение в мирах несчастливых эмоций бордо тусклый белый свет представляет мир боков тусклый красный свет мир завистливых полубоков тусклый синий свет мир людей тусклый зеленый свет мир животных тусклый желтый свет мир голодных духов а дымный огонь обе ваше тело бордо может начать принимать цвет мира в котором вы родитесь но даже на данном этапе эти огни могут проявиться как огни пяти мудростей основной принцип в аж райана в том что мудрость можно обнаружить где угодно и когда угодно если вы сможете проникнуть в сущность того что возникает и не вовлекаться в проявление игры вы от нее освободитесь таким образом можно найти мудрость в заблуждении и мгновенное освобождение из нашей привычной тенденции верить в плотность вещей нам трудно осознать что шесть миров по сути являются психологическими состояниями эти миры не созданные каким-то высшим существом они создаются индивидуальной и коллективной кармы существ населяющих этот мир мы творцы этих состояний а также те кто переживает их подобно тому как это бывает во сне еще сложнее осознать то что процесс проекция веществления происходит прямо сейчас настоящее время мы в мире людей состояние ума которая застыла став состоянием реальности как в жизни так и в смерти психология идет к антологии ключевое наставление для блокирования входа в очи его воспринимать любые появляющиеся огни как божество чин ризинга это наиболее глубинный ключевой пункт он крайне важен потому что это устное наставление предотвращает рождение в качестве альтернативы вы можете воспринимать огни как свое медитационное божество и там идея в том чтобы породить чистое восприятие и трансформировать тусклые огни сансару нирвана ваш ум совсем скоро станет физической реальностью если вы сможете поддерживать чистое восприятие вы сможете родиться в чистой земле если же вы не сможете этого сделать ваш загрязненный реактивный ум естественным образом приведет вас загрязненный мир в тибетской книге мертвых подчеркивается что именно в это время критическую важность имеет настойчивость и чистота восприятия выбор находясь в бордо смотрите вперед никогда не обрятывайтесь это напоминает нам о пользе знания того что следует ожидать борту в библии сказано что когда жена лота не последовал этому указанию обернулась она превратилась в соляной столб возможно мы не превратимся в соляной столб бордо но если мы будем постоянно смотреть назад то вполне можем стать тема кем нам становиться совсем не хочется тусклые огни символизирует взгляд назад на старое удобно и привычно яркие огни символизирует взгляд вперед на новое и возможно неудобно и и непривычно толку тхунду советует когда вы блуждаете в бордо вам нельзя думать о любимых людях имуществе которые вы оставили в своем доме поскольку такие мысли лишь заставит вас свернуть с правильного пути вы должны сосредоточить ум на выбранном месте рождения яркие огни в борту а также представляет чистые проявления убирайте их тронгурин почи пишет пути сверкающих огней это пути в чистые земли а пути тусклых но привычных огней это пути ведущие обратно в сансару чтобы подготовиться к их появлению а это крайне важно необходимо уменьшить привязанность привычному миру загрязненных проявлений которые в бордо переживается как пути тусклых огней а также развить привычку и воодушевление по отношению к переживаемого бордо как пути сверкающих огней чистым проявлением в целом и божества мои дома в частности выполнение наставление по блокированию и выбору это наш последний шанс остановить привычное желание за что-нибудь уцепиться в данном случае речь идет о цеплянии за само существование если в силу привычки мы будем вынуждены принять форму то по крайней мере мы сможем выбрать лучшую из возможных форм и влить в нее свое осознавание блокирование входа в очи его связано с выборочным отвержением выбору входа в очи его связан с выборочным приятием мы не можем оставаться в бордо вечно в конце концов наша карма заставит нас принять рождение последнее что мы можем сделать это выбрать лучшие рождения то есть в порядке уменьшения желательности рождение в чистой земле рождение людей или рождение в мире боков рождение в чистой земле сукхавати обретается благодаря использованию описанных ранее методов в конце бордо самое главное это сильное сосредоточение нами такхи поддерживайте искреннее желание отправиться в сукхавати и повторяйте мантру о маме дэва хри франческого и мотал говорит как только мы подумаем об избранной чистой земле с полной верой мы мгновенно окажемся там если это не сработает и мы продолжим свое странствие по бордо то станем свидетелями множество различных сценариев в тирецкой книге мертвых сказано он дитя благородной семьи сейчас возникнут признаки и характеристика материка где ты родишься так распознай же их исследуй место где ты родишься и выбери материк если мы не сумеем разобраться в происходящем и не совершим соответствующие действия эти ландшафты ума скоро превратятся географические ландшафты в тибирской книге мертвых подробно описаны характеристики шести миров это помогает нам узнать что следует принять а что отвергнуть чтобы не усложнять материал и не создавать повода для путаницы я пишу лишь что куда нам следует двигаться иными словами то что следует принять когда над нами зазывают кармические ветры нужно делать ставку на простоту и легкость чтобы принять человеческое рождение направляйтесь к видениям огромных очаровательных особняков или роскошных и прекрасных домов царина цокран трамг говорит существо обретет драгоценное человеческое тело если почувствует будто оказалось в особняке в городе или в центре толпы толку тхундук говорит направляясь в мир людей мы можем увидеть себя окруженными множеством людей мы также можем почувствовать что приближаемся к озеру с лебедями лошадями и коровами и входим в дом город или толпу бессмысленная болтовня людей и обычные драгоценные или приятные для глаза дома также являются знаками драгоценного человеческого рождения он лаприн почи говорит если вам кажется что вы входите в легкий туман или же видите город с хорошими домами это указывает на рождение на южном материке куда вы хотите отправиться считается что туман указывает на обычное человеческое рождение кто имя как город с хорошими домами указывает на драгоценное человеческое рождение дающие возможности для практики тхармы затем вы увидите мужчину и женщину слившихся в любовных объятиях если вы продолжите двигаться в данном направлении то войдете ваще его женщины и эти двое станут вашими родителями вы можете этого не делать и тогда если вы должны родиться богом вы обнаружите что движетесь к очаровательным небесному сооружению многоэтажным и сделанным из разнообразных драгоценных камней или прекрасно многоэтажным храмом построенном из различных драгоценностей огни на которые опираются эти видения играют даже более важную роль чтобы родиться в мире людей вы видите синий огонь чтобы родиться в мире богов белый в тибетской книге мертвых приводится красноречивые иллюстрации того почему важно знать куда двигаться борту а также описание интенсивности переживаний нарастающие по мере вашего продвижения в борту он дитя природы буты хотя ты не желаешь идти вперед ты не в силах этого избежать силы воздаяния исполняющие непреложные законы причины и средств и будут преследовать тебя ты будешь вынужден двигаться вперед мастители и палачи будут бежать перед тобой указывая путь возникнет переживание попытки бегства от этих сил или попытки бегства от тьмы от самого разрушительного вихря от грохота грома снега дождя града и свирепого бурана окружающегося вокруг тебя испугавшись ты начнешь искать убежище и найдешь защиту в закрытом пространстве или в каменном укрытии в земляной яме среди деревьев и в бутоне цветка лотоса прячься там ты не решишься выйти и будешь думать сейчас я не должен отсюда уходить ты с крайней неохотой будешь думать о расставании с этим защищенным местом и чрезвычайно привяжешься к нему затем из-за твоего нежелания выходить наружу где тебя должны встретить страхи и ужасы промежуточного состояния ты продолжишь прятаться в силу этого страха и трепета так ты примешь тело даже если она будет крайне плохим и со временем испытаешь всевозможное страдание вспомните свое медитационное божество представьте это божество в огромной грозной форме превращающие в прах любые препятствующие силы защита от преследующего скормы даст вам время чтобы выбрать подходящие чем она даст укрытие от ошеломляющего страх вы можете спокойно остановиться осмыслить происходящее и предпринять адекватные действия вместо того чтобы действовать реактивно сделать неправильный выбор действуйте проактивно и сделайте хороший выбор основанный на мудрости от этого зависит ваша следующая жизнь последнее предостережение касающиеся ошибок таковой не принимайте плохой чего за хорошее и не принимайте хорошие чего за плохое лекарством от этого заблуждения является памятование об оризонной природе всего что возникает в тибетской книге мертвых сказано сущностный пункт глубинных и подлинных наставлений в том что ты должен войти во чрево в состоянии великой равностности полностью свободный от дихотомии хорошего и плохого приятия отвержения привязанности отвращения именно комбинация противоречивых эмоций страсти и агрессии в конце концов толкает вас в чрево отсутствие у нас равно снова отношения порождает сансару мгновение за мгновением или жизнь за жизнью когда вы оказываетесь в непосредственной близости от чрева пусть вашей единственной мотивацией будет обретение рождения на благо других осветите чрево воспринимая его как небесный дворец божеств наполните свое сердце преданностью это не позволит вам войти в следующую жизнь с негативным состоянием ума смысл в том чтобы создать образ мудрости а не заблуждение хен по картер подводит итог всему сказанному благодаря силе любви и сострадания а также силе вашего устремления хорошему рождению вы можете предотвратить низкое турное рождение и выбрать рождение в котором сможете продолжить движение по пути и принести пользу другим вы можете выбрать семью пола расу страну социальное положение и так далее вы можете пожелать и выбрать все самое лучшее суть в том что вы получили возможность выбирать и чтобы использовать ее эффективно вы должны применить способности внимательности и вы получили возможность выбора благодаря своей подготовке как и в случае блокирования тренируйтесь выборе лучшего чего входа уже сейчас делайте паузу прежде чем говорите и действовать говорите себе если моя реакция будет агрессивной она создаст адское состояние ума если я отвечу с равно сностью это породит чистое состояние ума практикуйте осознанную инкарнацию прямо сейчас помните что бодхизаттвы контролирует свои мысли и реакции и тем самым контролирует свои перерождения хорошая практика равносности это йога бессонница она отличается от йоги сновидений является способом использовать отсутствие сна для подготовки к смерти если вы просыпаетесь и не можете снова заснуть превратите свою бессонницу медитация наблюдайте за своим набравшим обороты умом не вовлекаясь в него это похоже на перевернутую медитацию когда вы порождаете как можно больше мыслей обратите внимание на тенденцию конкретизировать некоторые мысли и образы но не следуйте позвольте всему что возникает расставить в пространстве подобно тому как ночном небе тает искра костра количество этих наставлений не должно подавлять нас не сейчас не у борту как сказала франческо фриманта учение бордо показывает множество возможностей которые постоянно присутствуют вокруг нас как вратак пробуждения при жизни а также после смерти нам доступны не все возможности и мы не всегда способны их использовать все эти подробности приведены для того чтобы помочь разобраться около окружительных переживаниях через которые проходят умерший предоставить своего рода карта путешествия по неизвестной территории где карма толкает нас к результатам созревания семян посеянах нами в прошлом толку тхунтоп дает такой общий совет не забывайте что вы в борту на пути перехода не забывайте идти с высоко поднятой головой молитесь непрерывно повторяя имена под примите в них прибежище примите прибежище в трех драгоценностях буди дхарме и санхи вознесите молитвы сострадателем таким как будто бесконечного света молитвов а также собственным духовным учителем подбросьте привязанность к своим близким и имуществам она лишь собьет вас с верного пути ступите на путь синего огня мир людей и белого огня мира вокруг обобщенное наставление о том что сделать для себя после смерти расслабьтесь и распознайте что все это игра вашего ума не реагируйте на происходящее практикуйте равностность Думайте о своем учителе, об Аметахе или Сукхавате сильным желанием. Идите к голубому или белому огню. Не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok